Привет! Сегодня расскажу про питьевые системы. Один хороший человек мне подсказал идею этого видосика. Он спросил меня, а что же такое гидратор? Я думал, что все знают, что такое гидрач, что такое гидратор, да? Все знают, какие бывают питьевые системы, но оказывается не все. И на самом деле, начиная, вспоминая, как раньше, когда я только начинал бегать, я же тоже ничего не знал. Поэтому, может быть, это видео будет кому-нибудь полезно, кому-нибудь оно будет полезно. Кто-нибудь просто посмотрит видосик новый, потому что давно не было новых видосиков. И вот сегодня появилось время, и я его запишу. Если вы это смотрите, значит, я все-таки его записал. Значит, без воды, ребята, далеко не убежишь. Вода, вода. Вода это очень важно. Вода это очень важно, вы сами знаете. Если не будешь пить, далеко не убежишь. Если не будешь пить, восстановление будет долго. Ну, в общем, это уже проверено. Это уже проверено. Обязательно нужно пить на длительных тренировках или на длительных забегах. Бывает, да, когда бежишь на забеге, там есть пункты питания, допустим, каждые 3-5 километров, и этого хватает. А бывает, что пункты питания, допустим, ну, каждые 20, каждые 10 километров. И этого не хватает. И берешь с собой какой-то запас воды. Бывает, что выходишь на тренировку и на длительную, допустим, бежишь, там, тридцатку, бежишь, там, полтос, допустим, да. Допустим, пробежать 50 и не пить. Но это сложно. Это можно, но это будешь долго мучиться. И особо крутой результат все равно не получится. Вот. Поэтому нужно обязательно брать с собой воду. Если ты там бегаешь где-то по округу или по стадиону, да, вот как я делал, я, конечно, беру обычную бутылочку с водой, куда-нибудь ставлю ее, прячу в кусты, вокруг нее бегаю, захотел попить, подбежал, попил, дальше удобно, да. Вот. Можно хоть сколько с собой, хоть одну, хоть две бутылочки взять, можно хоть, я не знаю, хоть, вон, хоть 5-литровку ставь, подбегать мне и пей. Но если ты бежишь, допустим, не по одному месту, а бежишь куда-то, куда-то вдаль, допустим, как я люблю бегать до другого какого-нибудь поселка, до другого города, выбежал из дома и просто по прямой там фигачить, люблю, там, 40 километров, 50 километров могу, могу далеко убежать. Вот. И нужно с собой что-то, питье какое-то брать. Вот. Я беру чаще всего с собой обычные бутылочки. Обычные бутылочки и зафигачиваю их в рюкзак. Или сюда, или сюда, ну, где есть кармашки. Вот. И бегу в Ижевск, вот я так бегал. Да много куда я так бегал на самом деле. Вот, с бутылочками. Чуть-чуть захотел попить, попил, дальше положил, очень удобно. Вот. Бывает такое, что, блин, нужно реально больше воды. Реально бывает жарко, бывает... Забеги бывают очень длинные, допустим, да, 50-100 километров там. Вот. Ну, не потащишь вот такую вот флягу с собой, да, а потом устанешь останавливаться и пить из этой фляги, да, каждый раз доставать. Это неудобно. Вот. И для таких случаев мы придумали гидратер. Вот. Это... Сейчас покажу, сейчас покажу. Вот такая вот крутая вещь. То есть, это... Как вот такое вот... На что это похоже? На что-то силиконовое. На грелку это похоже, да, ребят? Похоже на грелку. Вот. Гидратер вмещает 2 литра. Очень удобно. То есть, ты... Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Можно туда рыбку запустить. Пекинь, золотая рыбка там будет плавать. Будет страшно. Зафигачиваешь его, короче, к себе в рюкзак. Бежишь, у тебя тут трубочка вот так болтается. Ну, или прикрепишь ее как-то. И когда захочешь пить, короче, втягиваешь и пьешь. Вот. Очень удобно. И, в принципе, 2 литров очень надолго хватает. И не нужно останавливаться. Это удобно. Это реально удобно. Да. Все и... Ну, это удобно, ребят. Да. И ты не отвлекаешься на питье. И особенно на соревнованиях. Ну, и на важных тренировках тоже. Показываешь хороший результат. Вот гибратор. Вот такая вещь. Зафигачивается в рюкзак. Либо в беговой рюкзак. Я, кстати, зафигачил. И не в беговой рюкзак было дело. И нормально. Вяжешь. Подсасываешь. И все хорошо. Бежится. Воды хватает в организме. Фигачишь вперед. Вот. Тем, кому неохота слишком много тащить. Есть еще вот такие вот бутылочки. Бывают. Называются мягкие бутылочки. Или сиськи их называют. Вот. Но их называют сиськи, потому что чаще всего их носят в нагрудных карманах. Вот здесь вот. Да. И очень-очень удобно пить. То есть вот так вот. Попил с одной сиськи. Попил с другой сиськи. Тоже очень удобно. Как гибратор так же. И все. У тебя это. Вода попить себе. Все. Ну реально удобно. То есть как гибратор, так и сиськи. Это. Это удобно, ребята. Это удобно. Это то, что нам помогает достичь результата. Да. То есть вот. Либо сиськи. Минус сисек. То, что сильно много ты в них не запихаешь. Вот. А 3-4 сиськи. Ну у тебя просто столько карманов не будет. Хотя можешь там взять 5-6 сисек. Набрать полный рюкзак. Но придется постоянно доставать. Это же неудобно. А удобно вот когда они здесь. Ну пару сисек. Да. Вот эти 2 сиски по 0,5. Да. Это литр. Но если нужно больше. Если забег допустим длинный. Там 60-70-80-90. Лучше брать гибратор. Там реально много воды влезет. И хватит. В общем. И хватит ее надолго. Вот. А так я в принципе бегал и с сиськами. Я бегал и с гибратором. Я бегал и с бутылочками. Вот. С гибратором это конечно блин. Да. Ну. Вот. Ну вот кто интересовался. Что это такое. Это уловно. В общем. Вот так. Так. Чтоб не таскать с собой вот это вот безобразие. Минус бутылок кстати. Минус бутылок. То что они булькают. Гибратор. Когда ты отсасываешь воздух. Отсасываешь воздух. Отсасываешь воду. Там меньше пустого места. И гибратор меньше булькает. Чем бутылки. Ну. Так же как и сиськи. Так же как и сиськи. Которые булькают. Ну. Реально меньше. И удобнее. Но. Сиськи жалко будет выкидывать. Вот она допустим. Сиська закончится. Или гибратор закончится. Выкидывать жалко будет. А бутылочку. Ну взял. Выкинул в мусорку. И побежал дальше. Вот. Тут уж. Каждый сам решает. С чем бегать. Вот. Как бы. Рассказал. Про питьевые системы. Которые знаю. Все. Всем спасибо за внимание. Занимайтесь спортом. Бегайте. Лайки, комментарии. Репосты. Ну. И что еще там можно. В общем. Всем спасибо. Что вы меня смотрите. Пока.